В финансово-бюджетной сфере Красноярского края произошла небольшая сенсация. Очень напряженный бюджет, каким нам обещали его в начале года, вдруг перестал быть напряженным. И дело не только в финансовой поддержке из Москвы, но и в использовании наших внутренних ресурсов, прежде всего налогов. Прирост поступлений зафиксирован практически по всем видам налогов. С чего вдруг? Насколько это временный эффект и чего ожидать к концу года? Сведем ли мы финансовые концы с концами? Планы по сбору налогов выполняются в этом году стабильно. А по некоторым видам даже зафиксирован неожиданно существенный прирост. Транспортному налогу в первом полугодии собрано 353 миллиона 400 тысяч рублей. Это на 36,6% больше, чем в таком же полугодии 2013. Сборы земельного налога с физлиц увеличились на 37,4%. Налога на имущество физических лиц на 44,5%. Причин у такой неожиданной прибавки несколько. Например, по транспортному налогу мы начислили на 17% больше суммы, но с увеличением количества налогоплательщиков и объектов налогообложения. То есть количество транспортных средств, подлежащих налогообложению, выросло в целом по краю на 22 тысячи единиц. То есть автопарк наших граждан увеличивается. По земельному налогу растет также количество объектов налогообложения. Это связано с тем, что люди оформляют свидетельство праве на собственность на земельные участки. Мы получаем кадастровую стоимость этих объектов. Соответственно, имеем возможность заниматься налогообложением. Еще одна причина роста налоговых поступлений в первом полугодии имеет технический характер. Три года назад рассылкой уведомлений жителям Сибири стали заниматься кемеровские налоговики. Наш край не всегда стоял первым в очереди. Поэтому письма о транспортном или земельном налоге мы получали к концу года. Сейчас центр рассылки организован в Красноярске. Это добавило оперативности и уже с марта жители края стали получать налоговые письма счастья. Некоторые, особо ответственные, сразу и заплатили, что отразилось на общих суммах поступлений. Налоговики отмечают и еще одну причину. Что-то вроде упрощения процедур. Налогоплательщики сегодня трудоспособны. Это в большей части молодые люди, которые владеют интернетом, которые владеют онлайн-сервисами, которые оплачивают налоги, не выходя из дома, которые пользуются квитанциями со штрих-кодом. В любом банкомате не обязательно стоять в очереди в Сбербанке. То есть способы оплаты сегодня существуют разные. И слава богу, наши красноярцы ими очень активно пользуются. Впрочем, всевозможные имущественные налоги на физлиц идут в местные бюджеты. Так что муниципалитетам повезло. Но вот что с бюджетом краевым? Мы помним, что в начале года он был, мягко говоря, напряженным. Чтобы его выровнять, пришлось заимствовать и увеличивать госдолг региона. По итогам полугодия Краевой Минфин подтвердил, что все непросто, что накопилось даже отставание в 5,5 миллиардов рублей. Но самое интересное произошло потом, в июле и в августе. Буквально 7 месяцев и 8 месяцев 2014 года, на мой взгляд, здесь произошел какой-то такой перелом в части поступления доходов. И, в общем-то, буквально за 7 месяцев, за 8 месяцев мы видим по поступлению, что мы сумели не только нарастить отставание от прошлого года, вот этот разрыв 5,5 миллиардов по налогу на прибыль, а на самом деле даже уже увеличить на 3,5 миллиарда в части налога на прибыль буквально за месяц, за два, относительно к аналогичному периоду прошлого года. Это, конечно, такой позитивный момент, и надо сказать, что это дает нам определенный оптимизм. И, как ни странно, увеличение доходов произошло по статье «налог на прибыль», той самой, за которую переживали больше всего после появления так называемых консолидированных групп налогоплательщиков, когда налог стал платиться по месту прописки головной организации холдингов, проще говоря, в Москве. Край и другие регионы указывали федерации на такой риск, и конкретно Красноярскому краю федеральный бюджет компенсировал выпадающие доходы. Нам направили 8 миллиардов рублей. Но, как оказалось, мы сумели мобилизовать и внутренние налоговые резервы. Был проведен ряд встреч с крупными налогоплательщиками и предпринимательским сообществом, которые дали свой эффект. Благодаря таким встречам, благодаря активной, прежде всего, позиции, благодаря работе, конечно же, правительства Красноярского края, я напомню, что в этом году мы реализуем отдельный план мероприятий по обеспечению сбалансированности краевого бюджета, где мы работаем по разным направлениям, как я уже сказал, взаимодействие с бизнесом, с предприятиями. Все это, конечно, приносит вот такие положительные результаты. Прирост по налогу на прибыль в итоге обеспечили в большей степени металлурги, торговля, транспорт, строители и машиностроители. Всего же за 7 месяцев этого года в крае собрано 180 миллиардов рублей налогов. 80 из них остались на территории региона. И уже из них около 30 миллиардов – это тот самый налог на прибыль, на который никто особо не надеялся. Какой-то отчасти мистический эффект 7-го и 8-го месяца, когда бюджетная картина приобрела позитивные оттенки, в Минфине не стремятся называть временным. Есть все основания полагать, что достигнутый баланс и даже подушечка безопасности сохранятся до конца года, что позволит в полном объеме выполнить все социальные обязательства. Соответствующая осенней корректировка уже готовится.